В эфире телеканал Бобруск 360. Итоги недели. С вами Мария Бересневич. Здравствуйте. Все самое интересное за последние 7 дней глазами наших корреспондентов. И вот о чем расскажем сегодня. Наилучшие пожелания от премьер-министра Сергей Ромас посетил Бобруиск-Громаш. Надежный гарант. Защиты мира, стабильности и безопасности. День защитников Отечества и Вооруженных сил отмечают в Белоруссии. Заработали в штатном режиме. Мы не можем выполнять ремонтные работы в другое время, как при останове завода. Сотрудники Белшин, как и планировалось, приступили к выпуску продукции. Мы разговариваем на одном языке. Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Белоруссии посетил Бобруиск. Есть ли подземный ход в крепость и здание Порт-Артур? И как старый театр оказался в одном здании с пожарной частью? Вместе с экскурсоводом разбираемся в исторических тайнах Бобруиска. Опасаются дежавю. Запах, конечно, здесь стоял ужасный. Жители Горбацевичей протестуют против расхопки карьера. Почему? Капнем глубже. Также в итогах недели белорусов пересчитали. Стали известны первые результаты переписи населения. Из стычки с полицией несколько пострадавших, к чему привела паника из-за коронавируса в Украине. С прицелом на будущее премьер-министр Беларуси на неделе посетил Бобруискограммаш. Предприятие ведущий производитель прицепной сельхозтехники в СНГ. Во время визита обсуждались перспективы развития, расширения линейки продукции, вопросы экспорта. Не обошел стороной Сергей Румас и темы роста заработной платы и снижения затрат. И вновь на повестке дня экономика. Сфера, которая непосредственно влияет на уровень жизни в стране, размер заработной платы и привлекательность для зарубежных инвесторов. Как раз росту последних двух аспектов был посвящен визит премьер-министра Беларуси на Бобруискограммаш. Предприятие ведущий производитель прицепной сельхозтехники в СНГ. Холдинг отчитался о работе за 2019-й. Обсуждалось также развитие предприятия на ближайшую пятилетку, расширение линейки продукции и вопросы экспорта. Также Сергей Румас лично ознакомился с производством сельхозтехники. Сегодня Бобруискограммаш поставляет свою продукцию в более чем 50 стран мира. И каждый год рынков, куда входит наша продукция, становится все больше. В 2020-м планируется наладить поставки Мадагаскар, Сирию и Сербию. Не обошлось на встречи без анонсирования производства совершенно уникальной для Беларуси техники для прессования лубяных культур. Также Сергею Румасу были продемонстрированы агрегаты, которые сейчас выпускает холдинг. Вот вообще бочка, например. Бочка больше не перезаправила. У Лурики Беларусь такой емкости только вот эта. На Агромаше налажен выпуск более тысячи наименований продукции. Загруженность на сегодня составляет 85%. Нельзя не отметить то факт, что холдинг – это шесть предприятий. И уже в ходе встречи стало известно о вхождении в него нового участника – Брестского электромеханического завода. Это связано с тем, что у нас в нашей линейке сельскохозяйственной техники нет сейлок, действительно. И чтобы в комплексе предлагать уже всю гамму машин по сельскохозяйственной номенклатуре, то нам крайне необходима именно эта тематика. А также будем наращивать взаимоотношения с африканскими странами. У нас есть небольшие отгрузки, но мы будем увеличивать это по Африке. Ну и, конечно же, наши традиционные рынки сбыта мы держим руку на пульсе, чтобы не было снижения поставок. По завершению визита премьер-министр оставил запись наилучшими пожеланиями предприятию в книге «Почетных гостей». Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. Производственная пауза или в погоне за сенсацией? Временная пристановка трех заводов на Белшине стала одной из самых обсуждаемых тем. Между тем, ничего сверхъестественного, отмечают специалисты предприятия, не произошло. Пусконаладочные работы были запланированы заранее и закончены в срок. В пятницу сотрудники приступили к работе в штатном режиме. О том, что Белшина на неделе приостановила работу трех заводов, слышал, кажется, каждый. Заголовки в СМИ, то и дело пестрили подробностями производственной паузы. Кто-то выдвигал версии с нехваткой сырья, а кто-то с другими экономическими причинами. Чтобы разобраться, что же произошло на самом деле, наша съемочная группа отправилась на градообразующие предприятия. И вправду, в эту среду в цехах КГШ и ЗМШ было не так многолюдно. Технологические рабочие трудились над наладкой оборудования. Ключевое – над запланированной. Техническое обслуживание оборудования, которое планируется в принципе ежемесячно. На сегодняшний момент просто проводятся глобальные работы, которые невозможно провести при работающем заводе. Белшина в этом году запустилась с 3 января. Весь месяц над продукцией с лейблом «Made in Babruisk» специалисты трудились без остановок и ремонтных дней. В то время как большинство предприятий России и Беларуси приступили к работе гораздо позже. Помимо сервисного обслуживания, кстати, остановка производства нужна и для уборки в технологических тоннелях заводов и закрепленных территорий, а также для очистки и покраски оборудования. Это трансформаторная подстанция, которая питает подготовительный цех. Данное электрооборудование мы можем ремонтировать только на период останова. У нас большой объем работы, и вот с понедельника по пятницу мы даже постараемся уложиться и выполнить все необходимые работы в срок. Так и произошло. В пятницу в 7.20 утра сотрудники предприятия стали за станки и принялись за выпуск изделий. К слову, Белшина работает на все основные конвейеры, не только нашей республики. В их числе Тольятти, КамАЗ, Россельмаш и группа ГАЗ. Все из них в полном объеме обеспечены готовой продукцией, что и позволило остановиться на 4 дня для проведения пусконаладочных и ремонтных работ. Большинство технологического оборудования мы производим ремонт во время работы завода, но есть узкие места, так называемые, где линии в одном экземпляре, и мы не можем выполнять ремонтные работы в другое время, как при останове завода. Мы выпустили 352 тысячи шин. Индекс физического объема 103,1 по статистике. То есть мы неплохо январь отработали, что позволило нам остановиться, не срывая работу всех конвейеров и обеспечив всех потребителей необходимые готовые продукции. Если говорить о заводе сверх крупногабаритных шин, то по планам он запустится с 1 марта. При дополнительных или экстренных заказах срок может измениться. Механический завод, в свою очередь, работу не прекращал. Что же касается информационных вбросов, то здесь каждый уважающий себя человек должен понимать, делать выводы стоит лишь убедившись в достоверной информации, а журналистам, в свою очередь, не выдергивать слова из контекста. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Новые правила дорожного сбора и вот штрафы за оскорбление учителя. Чем еще запомнилась уходящая неделя белорусам? Подробности далее. Министерство финансов разрабатывает проект указа относительно уплаты дорожного сбора, или, как его еще называют, налога на авто. Изменения подразумевают более справедливый механизм взимания для людей, которые используют транспорт не на регулярной основе. В целом, речь идет о сохранении существенного порядка уплаты с расширением льгот для отдельных категорий и скидкам для тех, кто готов оплачивать на более длительный срок. Коррективы, как предполагается, должны улучшить действующую систему. Соответствующий проект указа от Минфина подготовлен и вскоре будет предоставлен на рассмотрение правительства. Административная ответственность за оскорбление учителя при выполнении им профессиональных обязанностей может быть введена в Беларуси. Об этом заявила замглавы администрации президента Ольга Чуприс. В стране уделяется повышенное внимание педагогическим вопросам в целом, от совершенствования учебных программ до создания комфортного психологического климата в коллективах. Во главе угла также вопросы социальной защиты педагогов и заработной платы. Беларусов пересчитали. Нас 9 миллионов 413 тысяч 446 человек. Почти 54 процента – женщины. Национальный статистический комитет рассказал о первых результатах переписи населения. В ней приняли участие 95 процентов граждан республики, из которых 22 процента переписалось по интернету. Столица уверенно преодолела пару в 2 миллиона жителей. Корректировка численности населения Беларуси продемонстрировала прирост лишь в Минске и Минской области. Перепись населения прошлого года оказалась дешевле, чем 10 лет назад. Было потрачено почти в три раза меньше средств. Беларусь пока не рассматривает возможность закрытия границ для граждан КНР. На неделе премьер-министр России подписал распоряжение, которое запрещает жителям Китая въезд в Российскую Федерацию. Беларусь же принимать подобные меры не будет. Вместе с тем в интернете уже появляются петиции с призывами не пускать в республику китайцев для предотвращения распространения вируса. Минздрав ранее призывал не допускать развития ксенофобии в связи со вспышкой коронавируса. О недопустимости подобных настроений заявлял лично глава ведомства Владимир Караник. На сегодня эпидемия в Беларуси не зафиксирована. Страна усилила меры профилактики и контроля. На календаре 23 февраля День защитников Отечества и Вооруженных сил отмечают в Беларуси. Искренние слова поздравления сегодня звучат в адрес всех мужчин. И хоть 23 официально не признан выходной, мужской день успел стать народным. Его история начинается с 1918. О мужестве и силе духа людей в погонах Максим Кембель. Майор Алексей Башков в детстве и не подозревал, что вооруженные силы станут неразделимой частью жизни. Закончив Могилевский государственный университет по специальности преподаватель физики и математики, будущий офицер был призван на срочную военную службу 147-й зенитно-ракетный полк. Оказавшись внутри армейского организма, четко для себя понял. Воин – это призвание. Его призвание. Подготовка зенитно-ракетного дивизиона к выполнению задач по предназначению. Самое главное – это боевая подготовка, обучение прибывшего пополнения, обучение офицеров, тренировка на технике, выполнение задач. Нельзя не отметить, наш герой прошел долгий военный путь – от рядового до майора. А когда-то новые казармы 147-го зенитно-ракетного полка уже давно стали родными. Придя в 2004 году на срочку, он так и остался верен легендарному воинскому формированию. Но вернемся на несколько дней назад. 19 февраля эстафету праздничных мероприятий, посвященных Дню защитников Отечества, первым принял областной театр драмы и комедии. Была царская армия, была советская армия, сейчас стала независимой армией Белорусской республики. Государство основу составляет армия и ее основы. Если нет защиты, значит нет и существования государства. Главное качество будущего защитника – это храбрость, это напористость, это уважение родных, близких и, конечно, профессиональное знание. Со сцены театра военнослужащих поздравили первые лица города и музыкальные коллективы. Для них цветы – слова благодарности. Всенародное спасибо артисты выразили через призму песен и танцев. Напишу письмо и пусть несется к тому, только бы не волновалась мать. Наденьте ваши ордена медали, в боях добытый доблестный металл. Благодаря сегодня их мужеству, благодаря их сегодня, наверное, подвигу, который они совершали, то ли вводы Великой Отечественной, наверное, то в Афганистане, мы сегодня живем под мирным небом. Огромное слово благодарности этим людям. Дай Бог им здоровья, благополучия. Днем позже в обручании почтили память защитников родины погибших в ходе военных конфликтов. Пасмурным пятничным днем у памятников и обелисков было многолюдно. По доброй традиции перед началом всех торжеств благодарны за победу Великой Отечественной войне. Потомки несут цветы и скорбят о тех, кого с нами уже нет. Тех, кто мог бы радоваться достижениям страны, гордиться современными белорусами, а главное – мирным небом. Главным местом памяти и скорби стала Площадь Победы. Руководство города, военнослужащие и простые граждане несли красные гвоздики к легендарному танку Бахарова, который в июне 44-го первым ворвался в город. А теперь стоит как обелиск, который не дает забыть нам о героических страницах Великой истории. Кульминацией митинга памяти стало прохождение торжественным маршем военнослужащих Бобруйского гарнизона. Четкий строй шаг и слаженные действия солдат, прапорщиков и офицеров – дань памяти воинам прошлого. Город военной славы, город военной доблести. И действительно, в преддверии 23 февраля можно смело сказать, что это праздник каждой белорусской семьи, каждой бобруйской семьи. Хочется пожелать всем бобруйчанам в преддверии этого дня здоровья, благополучия, успехов, а нашему городу процветания и развития вперед. Истории Дня защитников Отечества больше века. Отчет начинается с 1918 года, когда была создана Рабоче-Крестьянская Красная Армия. Праздник стал по-настоящему всенародным. Поздравления в этот день звучат в адрес ветеранов и военнослужащих, а белорусская военная машина сегодня – профессиональная, хорошо оснащенная, способная не только обеспечить безопасность республики от внешнего агрессора, но и является внутренним стержнем государственности. Вооруженные силы всегда были надежным гарантом защиты мира, стабильности и безопасности. Максим Кембель, Андрей Богдан, Владимир Гребеневич. Итоги недели. В продолжении темы «Мирного неба над головой» и только радостных дней в жизни наши корреспонденты прошлись по улицам города и узнали, чего желают женщины своим любимым мужчинам. Что из этого вышло, смотрите прямо сейчас. Чтобы женщин своих любили, смотрели, не забывали. Самое главное – здоровье. Добра, счастья, любви. Поздравляю всех вторых наших половин с праздником. Желаю всего самого хорошего. Главное, чтобы любили и были любимыми. Уважаемые мужчины, с наступающим вас праздником, Днем защиты Отечества, здоровья крепкого, процветания, финансового достатка. Дорогие мужчины наши, защитники Отечества, поздравляем вас с 23 февраля. Солнечных дней побольше, улыбок, благополучия и всего самого наилучшего. Поздравляем всех мужчин нашего города и всего мира с этим праздником. Хочу поздравить военных людей с праздником. Хочу пожелать им, чтобы у них было всегда здоровье, чтобы они были со своими близкими честны и всего им самого лучшего. Что им можно пожелать, чтобы они всегда были мужчинами. Всем мужчинам хочу пожелать здоровья. Во-первых, уважать и любить своих женщин. Ну и всех благ, всего хорошего, мирного неба над головой. Я желаю, чтобы было тихо, мирно и спокойно у нас. Тогда будет и любовь, и все остальное. Самое главное для всех наших военнослужащих – это мирного неба над головой, любви большой, радости, добра в своих семьях и внимания от своих близких. Здоровья, успехов, благополучия, всего самого-самого-самого хорошего. Желаю вам счастья, здоровья и чтобы вы постоянно защищали своих журн и детей. Желаю здоровья. Те, которые уже отслужили, а которые служат трижды здоровья, успехов в службе. Хочется пожелать, чтобы наши мужчины нас охраняли, цветы дарили, больше внимания женщинам уделяли. Самое главное. Ну и тогда мы будем с ними, конечно, очень хорошо обращаться. Я всем им желаю крепкого-крепкого здоровья. Ну, желаю, конечно, долгих лет жизни, легкой службы. Ну, мужчинам, у кого уже есть семья, ну, всего самого наилучшего. Чтобы все были здоровы – это самое главное. И был мир у нас. Самое главное – здоровья я всем желаю. Это самое главное. Всем успехов. Будьте успешны. Служите на благо Родины. Европейский вектор сотрудничества. Накануне чрезвычайный и полномочный посол Франции в Беларуси, господин Дидье Канес, впервые посетил наш город. Дипломат приехал, чтобы дать старт более тесному и плодотворному партнерству. Далее о французско-белорусском диалоге. Знакомство с Бобруйском у господина посла началось с делового диалога с председателем горисполкома. Экономические, дипломатические, культурные и спортивные. Александр Студнев и Дидье Канес обсудили различные перспективы сотрудничества. В частности, были намечены сферы, в которых у партнеров есть взаимовыгодный характер. Стоит отметить, частный бизнес, развитию которого в городе уделяется огромное внимание и поддержка, уже давний игрок на рынке Европейской Республики. Дипломат впервые прибыл в наш регион, чтобы лично убедиться в потенциале двухсторонних отношений. Дружеские связи с вашей стороны, мы тоже будем заинтересованы в этом. Мы можем и в культурном наследии где-то поработать, и уже поработать где-то между предприятиями, они уже найдут свою нишу. Одной из главных тем переговоров стало развитие изучения французского в учреждениях образования города. Ведь когда отсутствует лингвистический барьер между партнерами, тогда легче выстраивать дипломатические и экономические связи. Первая остановка визита стала 34-я школа. Господин посол лично прошелся по кабинетам, спортивным залам и не только. Не обошел стороной и урок родного языка. А ученики, в свою очередь, не отпустили гостя без подарка. На памяти нашей школе, чтобы были у нас, да. Следующая на очереди гимназия номер один. Здесь французский изучают с третьего класса. Высокий уровень владения позволил ученикам на языке Жюль Верна и Александра Дюма рассказать об истории города и народных обычаях. Конечно, это неповторимый опыт. Приезд посла свидетельствует о том, что происходит кооперация международная. И эти связи очень важны, считаю, для изучения французского языка. Опять же, новый опыт в общении, в изучении этого языка. Мне очень понравилось. Самые лучшие впечатления. Я очень рада. И прям такой адреналин, можно сказать. Плюсы о встрече смогли получить и преподаватели французского языка со всего города. Учителя обсудили с дипломатом различия между системой образования Франции и Белоруссии. Для нашей гимназии достаточно уникальное событие. Сегодня мы встречались с послом Франции в Белоруссии, месье Диде Канесом. Мы пытались показать, насколько наши дети свободно говорят по-французски. Насколько они креативны, насколько они результативны. Конечная точка визите господина посла – Бобруйск-Агромаш. Знакомца с производством и продукцией холдинга. Диде Канес по горячим следам поделился с нашей съемочной группой впечатлениями от своего первого, но, как утверждает сам дипломат, далеко не последнего визита. У меня очень хорошие впечатления от визита и, в частности, от гимназиума номер один. Я смог убедиться, что там, во-первых, очень хорошая команда преподавателей и что дети родят французским языком на очень хорошем уровне. Если подвести итог, пусть и недолгого, но весьма плодотворного визита господина посла в наш город, стоит сказать – фундамент для взаимовыгодного сотрудничества заложен. Остается только грамотно и поэтапно развивать диалог между странами. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. Что-то подобное они уже наблюдали. Жители Горбацевичей бьют тревогу из-за раскопки нового карьера неподалеку от их домов. Все дело в том, что буквально все предыдущие примеры, связанные с добычей полезных ископаемых, заканчивались далеко не полезными последствиями. Телеканал «Бобруск-360» выслушал все стороны. Мы вас просим не копать эту здесь яму. Найдите другое место на полях соухоза. Если вам так нужно, рядом с собственным домом сделайте яму. Эта драма в Горбацевичах разыгралась после того, как жильцы деревни неподалеку от своих домов услышали рев моторов спецтехники. Все дело в том, что на поле, которое принадлежит филиалу Бобруського комбината хлебопродуктов, приступили к раскопке карьера. Его предприятие собирается использовать в качестве внутрихозяйственных целей для подсыпки загонов, дорог и других сельхознужд. А это приблизительно 20-30 тонн в неделю. Соответствующее разрешение выдано Могилевским обл. исполкомом. Мы обратились в исполнительный комитет за получением соответствующего разрешения. И мы его получили. То есть вот это разрешение для добычи общераспространенных полезных ископаемых. Это не земли непосредственно сельскохозяйственного назначения, в том плане, что это не чернозем. То есть нам нужны именно вот эти вот грунтовые пески, используемые для строительства, то есть для ферм, для каких-то иных объектов. Жильцы обеспокоены и тем, что мимо их домов то и дело будут разъезжать самосвалы и тракторы. Путь до карьера проложен по главной улице, вдоль которых и стоят жилища протестующих. А это, уверены борцы за экологию, повлияет не только на здоровье людей, но и на чистоту их окон. Ведь отсутствие асфальта напрямую связано с клубами пыли, которая с приходом тепла оседает повсюду. Нам надо, чтобы здесь проложили асфальт. Между тем, вопрос с асфальтом не по адресу. Руководство агрокомбината, в свою очередь, не разделяет взглядов односельчан. Ведь добывать землю не планируется в коммерческих целях, а выбранный участок поля самый, что ни на есть подходящий. К тому же, резюмирует руководитель, контроль за действиями организации будет вестись со всех сторон. Самовольничать никто не позволит. Карьера будет использоваться не менее 5-6 лет. У нас лежит полная ответственность за выемку земли оттуда и дальнейшая рекультивация этого карьера. То есть там будет посажен или лес, если передадим лесному фонду, или мы его рекультивируем и сделаем в оборот сельского хозяйства. Тем временем жители Горбацевичей отступать не намерены. Говорят, здесь жили их деды и прадеды, которые берегли то, что имели. Теперь же настал их черед. В качестве обоснованности подозрений съемочной группе предлагают проехать чуть дальше в лес и копнуть глубже. Опасения жильцов, впрочем, не напрасны, ведь уже есть негативные примеры. Здесь раньше был обычный лес, но после вырытого карьера осталось озеро и свалка старых покрышек. И таких карьеров в этом лесу уже четыре. Изношенные шины, отмечают местные, тут прописались еще до нулевых. А вдоль самого озера можно гулять долго. И это неизвестно, сколько всего в себе еще таит вода. Зато картина маслом отчетливо видна в 200 метрах от перспективного карьера. Вместо ровной дороги, которая ведет к кладбищу, склон, а на месте растений, занесенных в Красную книгу, мусор. И это, уверяет жительница Наталья Сунцова, местность уже рекультивирована. До этого здесь был настоящий фильм ужасов. Люди бросали свиней и какая-то фирма, частники, скупали у населения маленьких телят, козлят. Резали здесь внизу, кости бросали, бросали роги копыта. Все это, запах, конечно, здесь стоял ужасный. И вороньонок, так они за лето были отъели, что вороньонок ревало нашу деревню, ну просто черной тучей. Черной тучей. Столько их здесь было. И вместо того, чтобы слышать пение птиц, мы слышали, как эти вороны каркают. Ну просто вот ты идешь, а они на тебя летят. Это было очень страшно, это было ужасно. По сути, жители деревни разбились на два лагеря. Одни по собственной инициативе устраивают субботники, другие же вывозят ненужный хлам за пределы дома. Несмотря на впечатляющие предыдущие примеры, экологи призывают жильцов не бить тревогу раньше времени. Ничьи права в этом случае не нарушены, а санитарно-защитная норма соблюдена. А то, что касается, значит, озабоченности людей, ну люди обеспокоены не столько, что это нанесет вред окружающей среде, сколько тем, что, пользуясь тем, что будет рядом карьер, люди начнут сбрасывать туда мусор. Мы регулярно будем проверять этот карьер, как минимум раз в месяц. И в случае, если там обнаружим стихийные свалки какие-то, будем выдавать предписания, которые землепользователь обязан будет выполнить. Что же касается действующих захламленных карьеров, то инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды уже разбирается с нарушителями. Виновные понесут ответственность по всей строгости закона. Но жителям Горбацевичей остается надеяться и верить, что из окон своего дома они будут любоваться на зеленое богатство, а не на искусственные горы из старых шин и костей животных. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Мир сходит с ума из-за нового коронавируса, однако ВОЗ уверяет, человечество уже встречалось с врагом пострашнее. Что угрожало планете годами ранее и к чему приводит излишняя паника. Всемирная организация здравоохранения назвала китайский коронавирус не страшнее вспыша 2002 и 2012 других подобных заболеваний, атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома. Тогда смертность больных составляла 10 и 35 процентов. Новый же вирус забирает жизни лишь у 2 процентов зараженных. ВОЗ призывают не поддаваться панике и тщательно проверять источники информации. 20 февраля из Китая в Украину доставили эвакуированных из Ухани украинцев и нескольких иностранцев. Пассажиров также сопровождал медперсонал. Разместить прибывших было решено в медцентре украинской нацгвардии в городе Новые Санжары. Однако резко против выступило местное население. Люди перекрыли дорогу, развели большой костер на проезжей части и выстраивали баррикады. Произошло и несколько стычек с полицией. Но все же правоохранителям удалось оттеснить бунтующих, и автобус заехал на территорию медцентра. В ходе протестов пострадали 9 правоохранителей и 1 местный житель. Мастеркард планирует создать систему оплаты проезда в общественном транспорте по походке, расположению кровеносных сосудов и ритму сердцебиения. В корпорации считают, что то, как люди держат телефон, какому уху прикладывают и как касаются сенсора, уникально. Когда человек подойдет к турникетам оплаты, специальные камеры определят его личность, а программа произведет снятие средств банковской карты и пропустит в транспорт. В 1940-м, 80 лет назад, на экранах впервые появились теперь уже всем известные кот Том и мышь Джерри. Их историю придумали аниматоры голливудской студии Мэтра Голдвин Майер, Уильям Ханна и Джозеф Барбара. Всего мир увидел 164 короткометражных мультфильма и 14 полнометражных лент Тома и Джерри. Однако студия Warner Bros., которой сегодня принадлежат права на анимацию, анонсировала выход нового полнометражного фильма «Том и Джерри» 23 декабря 2020-го. Какие тайны хранит в себе дом Купчихикац Нельсон? Кто разобрал здание старинной синагоги и есть ли захоронение на площади Победы? Ответы на эти и другие вопросы нашла Мария Бушкевич. Здесь каждая улица дышит историей, а каждый дом таит в себе множество тайн. Именно поэтому Бобруйск – излюбленное место туристов. Олег Красный – гид и по совместительству заместитель председателя городской религиозной еврейской общины. Он стал экскурсоводом сравнительно недавно, однако уже успел полюбиться публике, как интересный рассказчик. Первым местом, куда мы заглянули, стали развалины старые синагоги, ныне еврейский дворик. Построено здание знаменитым бобруйским красным кирпичом, как принято говорить, разнымберговским, хотя в Бобруйске было целых пять кирпичных заводов. До войны в Бобруйске насчитывалось 47 действующих синагог. Мало кто знает, что разрушена постройка была не во время войны. Совершенно целое здание разобрали на кирпичи сами жители города. Со временем еврейская община сделала здесь городскую площадку, и место обрело новую жизнь. Стены стали говорящими. На них появились баннеры с картинами известного израильского художника. Идем дальше. Порт-Артур, пожалуй, одно из самых загадочных мест. По одной из версий, название объекта не связано с одноименным городом на Дальнем Востоке. Просто здание служило базой группировки, главарем которой был некий Артур. У незамужних бобруйчанок существовало поверье. Если девушка хотела выйти замуж за коренного жителя города, она назначала ему свидание возле порта Артура. И если парень спрашивал, где это, покорить сердце девушки у него не было шансов. Есть легенда о том, что из этого здания в крепость идет подземный ход. Но у нас в действительности в Бобруйске из-под каждого старого здания, по легенде, есть ход в крепость. Я думаю, что это легенда, потому что здание все-таки строилось в 1911 году. Тогда уже подземные ходы были не в моде. Пообщавшись с местными жителями, которые еще в детстве облазили все подвалы этого дома, мы поняли, что подземного хода здесь нет. Следующим местом нашей экскурсии станет не менее интересное здание старенной пожарной части. Мы с вами в пожарном переулке. У меня за спиной здание пожарной части. Конечно, красивое здание, старинное, больше 100 лет ему. Но интересно не то, что это пожарная часть, интересно то, что в этой пожарной части в течение 30 лет жил театр. Случилось так, что стародеревянный театр сгорел, его хозяин подал в суд на пожарную команду. А дальше произошла чисто бобруйская история. По решению суда, часть должна была предоставить место для выступлений, пока храм Мельпомены не будет отстроен заново. Так и случилось это интересное соседство. На первом этаже лошади и повестки с бочками, на втором театр, а на третьем снова огнеборцы. Последний пункт нашей экскурсии – дом Купчихи Кацнельсон. Или зеленая библиотека, как привыкли называть ее горожане. Визитная карточка нашего города. Владелицу особняка, построенного в 1912 году в архитектурном стиле модерн, называли Железной Брайной. По данным за 1913-й, она была названа одной из самых богатых женщин Российской империи. Купчиха Брайна Кацнельсон – очень интересная женщина. Она была женой купца, сразу женщина не могла быть купцом. И муж ее был купцом второй гильдии. Когда он умер, она наследовала его бизнес и развила его до такого состояния, что вышла в первую гильдию. По одной из версий, Купчиха, будучи на отдыхе в Прибалтике, решила перевезти в Бобруськ понравившийся ей дом. И сейчас уже сложно сказать, всегда ли особняк был зеленого цвета, так как все фото тех времен были черно-белыми. Олег Красный – не единственный человек в городе, знающий все его тайные секреты. Есть еще множество интересных рассказчиков. С одной из них, экскурсоводом Зинаидой Сугак, мы отправились на Площадь Победы вместе с учащимися девятой школой. До войны здесь был небольшой сквер. Сегодня это памятное место для жителей города. Танк Т-34, аллея героев и памятник, посвященный погибшим жителям города в виде пятиконечной звезды и символического вечного огня. Глядя на эту площадь, трудно представить, что раньше здесь была полностью проезжая улица. Это улица социалистическая. Она идет у нас за спиной, проходит вперед, как раз дальше в продолжении и доходит до железной дороги. И еще в 80-е годы было принято решение о том, чтобы здесь была целая система памятников, которые посвящены теме освобождения Бобруйска от немецко-фашистских захватчиков. На аллее героев увековечены имена бобруйчан, героев Советского Союза. Сикорский, Горелик, Ружия, Ермак. И даже по прошествии стольких лет их подвиг у всех на слуху. Особо впечатлила юных бобруйчан история командира 9-го танкового корпуса генерал-майора Бориса Бахарова, который принимал непосредственное участие в освобождении нашего края. В качестве мемориала рядом с его могилой установлен танк Т-34. Вот как раз в годы Великой Отечественной войны, когда Бахаров погиб в Западной Белоруссии, его тело привезли сюда, в Бобруйск, и он был похоронен в центральном сквере. Он принимал участие в боях возле деревни Титовка, где находился так называемый Бобруйский котел. Еще один памятник – три березы. Там, где должно стоять четвертое дерево – цветы. Это символ того, что в годы войны на земле белорусской погиб каждый четвертый житель, а по обновленным данным – каждый третий. Это почти три миллиона человек. В ходе экскурсии юные участники признались, что узнали для себя много нового. Вы не знаете, сколько уроженцев в Бобруйской здесь похоронено? Здесь из шести могил и шести захоронений только два, где похоронены герои именно Бобруйщины. Это братья Прибыльские. Оказывается, правильно произносить не Бахаров, а Бахаров. Я не знала, что три березы символизируют, что погиб каждый третий в Великой Отечественной войне. Я узнала, сколько уроженцев в Бобруйске здесь похоронено. Мемориальный комплекс Площадь Победы включен в государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Город на Березине хранит еще немало тайн. И именно благодаря мастерству экскурсоводов каждый желающий может открыть для себя необычная страница в, казалось бы, повседневных пейзажах. Мария Бушкевич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. На этом мы заканчиваем наш выпуск. Телеканал Бобруйск-360 присоединяется ко всем поздравлениям и желает сильной половине человечества мужества и любви. Ну а с вами была Мария Березневич. Увидимся в следующее воскресенье ровно в 20.30. До встречи и хорошей рабочей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова